Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня специально для сайта mashmaster.ru и для канала «Всё о стиральных машинах» я расскажу вам, как правильно постирать термобельё. Термобельё изготавливают из разных материалов. Оно бывает на 100% из полипропилена, бывает на половину из полипропилена, на половину из полиэстера, также оно бывает 100% из полиэстера, бывает из полиэстера и хлопка, также из нейлона, ну и, конечно же, из шерсти. Я постараюсь вам объяснить, как правильно постирать каждый из этих термокостюмов в стиральной машинке. Если вы посмотрите внимательно на обозначения, которые нам помогают понять, как же постирать данный термокостюм, то вы можете увидеть, что, во-первых, стирка возможна только в холодной воде. Что такое холодная вода? Это вода до 30 градусов. Второе. Нельзя отбеливать термобельё. Третье. Сушка в стиральной машине только при низких температурах. Четвёртое. Не гладить. Ну, конечно, никто не додумается гладить термобельё. И пятое. Не отдавать в химчистку. Данные рекомендации не только касаются термобелья, которое состоит наполовину из полипропилена и наполовину из эластана и нейлона, а также эти правила распространяются на термобельё из шерсти. Термобельё, которое состоит на 100% из полиэстера, стирать можно при температуре до 40 градусов. Но не забывайте, что использовать обычную бытовую химию не рекомендуется. Лучше всего приготовить обычную мыльную водичку с применением хозяйственного мыла. Туда можно добавить совсем чуть-чуть кальцинированной соды. Конечно, все производители рекомендуют вручную стирать термобельё. Чтобы ваше термобельё оставалось после стирки и высыхания мягким и нежным к телу, можно воспользоваться ультракондиционером для белья. Не забывайте, что термобельё нужно стирать после каждой тренировки. Ведь для вас термобельё – это вторая кожа, которая прекрасно пропускает ваш пот, то есть влагу, которая отходит от вашего тела. Если после нескольких тренировок вы не сможете или не захотите постирать ваше термобельё, то микропоры забьются, и на следующей тренировке вы замёрзнете, потому что термобельё не сможет выполнить своих главных функций. Теперь давайте поговорим о том, как же правильно высушить термобельё. Я уже, по-моему, вам сказала, что отжимать в стиральной машинке термобельё нельзя. Как же тогда его высушить? После стирки аккуратненько мы его отжимаем вручную, не сворачивая волокна. Далее кладём его в ванную, чтобы вода сама естественным образом стекла. Далее сушка. Сушить на прямых солнечных лучах нельзя, а также нельзя сушить на батарее. Если у вас дома тёплый пол, так как у меня температура его 25 градусов, то вы можете разложить бельё на пол, и оно у вас за ночь высохнет. На утро можете его перевернуть другой стороной. Ну а если у вас нет тёплого пола в доме, то нужно просто развесить термобельё на сушилку. Не забывайте переворачивать бельё, чтобы оно равномерно высыхало. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал «Всё для стиральных машин». Рада приветствовать вас на нашем сайте mashmaster.ru. Всем пока!